Глава 1.7. Эксперимент Новый год еще не наступил, но уже успел порядком надоесть. Рекламные глянцевые баннеры с румяными лициями, Санта-Клаусы, притерная навязчивая музыка. Из каждого утяга все кричит «Купи меня! Потрать бабла! Не скупись! Деньги! Деньги! Деньги!» Юпитер не был исключением. Зомбирующая музыка охватывала сознание покупателей, заставляя их помимо основных покупок брать дешевые носочки, шапочки, грелки для рук, брелоки с символикой чемпионата мира. Выручка была максимальной. Участились случаи краж дорогих курток, и сотрудникам приходилось помогать службе контроля, назойливо наседать на потенциальных воришек. Благо, склада это не касалось. На складе нет ни дня, ни ночи, ни праздников, ни будней. Искусственный свет и трубы, круглые сутки, круглый год. Здесь можно скрыться от навязчивой идеей что-то купить. Провозишься с вещами по 12 часов, и видеть этот товар, и даже думать о нем не хочется. Можно ограничиться открытками и все дела. Любимым людям можно что-нибудь подарить. Семье, отцу матери, брату Игорю, Карине, некоторым родственникам и хватит. С этими мыслями Вадим отправился на Юпитер. На этой планете можно воспользоваться скидкой сотрудника, если ты накопил соответствующие бонусы. Если бонусы уже потратил или истек срок использования, то не ной потом, что не успел. Вадим редко пользовался такими услугами. Повода, как такового, не было. Прибегал к скидкам, когда припрет, и деваться некуда. Брату он подарит дартс. Карине, любительнице шахмант, он купит коллекционный набор родителям какую-нибудь полезную в хозяйстве утварь. И всюду нужны деньги. Здесь очень кстати пригодились бы деньжата из долга кима. И зарплата придет в тот день примерно в час дня. Не вернет, сказал вслух Вадим. Не вернет же. Не хотелось бы прибегать к золотому запасу. В этот день работы было немного. Машина в тысячу единицы всего пять кубов. Ни о чем. И без всяких документов ясно, что очень много мелочевки. Это означало, что есть шанс улизнуть с работы пораньше, если не запрягут какой-то дегомотиной. Время идет, деньги капают, и следующие три дня по графику выходные. Прибыв на склад, Вадим провел свой обряд и занялся загрузкой сканера. Ему не терпелось увидеть кима. Дело было не только в эксперименте с долгом. В какой-то момент Вадим признался самому себе, что как-то привязался к этому корейцу. Каждая смена, проведенная с ним, была чем-то особенным. Ким шутил, обезьянничал, попадал в нелепые и смешные истории. С ним не было скучно, и на него можно было положиться как на работника. Казалось, что вернулись те времена, когда он мчался на работу. Не столько ради денег, сколько ради хороших впечатлений. Сомнительное удовольствие. Вадик смотрел на Леху, как на диковинное животное. За друга не считал, но по-человечески испытывал сожаление. Ему было интересно, почему Ким выбрал путь цирковой обезьянки в трэш-шапито имени Черенкова. Трудно было признать самому себе, что в глубине души Бутусов посмеивался над Лешей и считал его ниже себя. «С другой стороны, — размышлял Вадим, — ничто не мешает ему вновь стать человеком. Мне кажется, он сам кайфует от того, что он Омега. Ну, раз он не против, то мне-то что переживать?» Когда Леша вновь нырял в пучину лжи, разглагольствовал о вещах, в которых он не разбирался или просто говорил несусветную чушь, Вадим уже закрывал на это и без того слабые глаза. «Типичный Леша, что с него взять?» В этот день в раздевалке было тихо и на складе никого. «Опаздывает, — сказал самому себе Вадим. Не придет, — ответил самому себе же. С каждой минутой надежда увидеть Кима таяла. В очередной раз Вадик пожурил себя, что не послушал внутренний голос. «А я же говорил, только кому и зачем?» Пришел Руслан, затем появился Илья. Даже Рома пришел, а Леше все нет и нет. Стоило только Роме взять в руки телефон, чтобы позвонить Леше. Ким его опередил. Рома включил громкую связь. «Да!» — сказал Рома. «Рома, привет!» «Скрипотцой!» — сказал Ким, громко кашляну в трубку. «Здорово, Леша! Что случилось?» «Я!» — прохлепел Леша. «Я как его заболел! Ангина у меня!» «Как ты так умудрился заболеть?» «Я вот не знаю. Проснулся, температура! Голоса нет! Жопа!» «Я не говори!» «Простите, что подвожу!» «Ладно, к***, все. Поправляйся!» «Спасибо!» «Пока!» Ким положил трубку, а за происходящим внимательно наблюдал Руслан. «Как думаете, брешет?» — спросил Масленников. «Хрен его знает!» — сказал Рома. «Вроде правдоподобно хрипел. Мутный тип!» «Все повторяется. Костян ушел, Сеня и китаец уйдет наш. Как пить дать уйдет. Сначала болели, потом, как только зарплата капнула, все. До свидания. Ладно тебе. Может, ты вправду заболел». Склад опустел без Кима. Без его раскатистых рассказов, не всегда смешных бородатых анекдотов и бесконечных небылиц. Без нытья плохой жизни, без очередного троллинга. Все погрузились в тяжелые раздумья. Музыку включать не хотелось, как при трауре. «А вдруг и вправду уйдет?» — подумал Вадим. «Жалко будет». А долгий Вадик думал в последнюю очередь. «А может, и болеет. Что, заболеть нельзя, что ли, человеку?» Так или иначе, связь со складом Ким держал. А деньги были не к спеху. Эксперимент затягивался. Рабочий день закончился. Вадим поехал домой. Дома он взял в руки диктофон и начал писать. 10.12.2016. Журнал. Сегодня было сносно. Даже забавно в чем-то. Обычный день. Единственное, что Ким заболел. Вроде бы. Получил зарплату и заболел. Знакомая схема. Как по шаблону. Это уже становится классикой. Буду надеяться, что я не прогадал. Эксперимент затянулся. Вот и все. Нету пока оснований считать, что кидал этот Лешка. Просто нету. Совпадение. Просто совпадение. Мне остается на это только надеяться. Пока сказать нечего. Конец связи. Никакого совпадения не было. Шли дни. Ким действительно исчез. Надолго. Телефон не был выключен. Просто перестал отвечать на звонки. Первое время ребята звонили Киму по 10 раз на дню. Но их старания не увенчались успехом. Версии были разными. Но ни одна из них не была радужной. Сорокалетний любитель аниме. Думал про себя Вадик, кусая себе губы. Типичный долб... Лжец. Аутист. О чем я думал? Зачем отдал ему деньги? Ведь все было так очевидно. Так очевидно. И вместе с тем Вадим надеялся. Надеялся и ждал. Откуда взялась эта вера? Как же трудно признавать самому себе, что облажался. Как же хотелось поверить в некие непредвиденные обстоятельства. Что вот-вот вылился наружу. Какие только теории не витали по складу. Местный психиатр Руслан ставил Киму диагноз «шизофрения» и подозревал в употреблении наркотиков. Илюша тосковал по объекту на смешек, а Владик хотел раздобыть адрес прописки Кима и грозился отметелить Лешу при встрече и срести из бедолаги последние деньги. Вадим взял черный маркер, лист бумаги и начал рисовать. Волнистые линии, черточки, штрихи изобразили огромного черного монстра с сомкнутыми глазами, склонившегося над истерзанным белым зверем. У белого зверя проступали колотые раны на теле. Жертва смотрела на черного в надежде. В голове родился диалог. «Добей меня!» С тяжелым вздохом говорит белый. «Так будешь только лучше! Ты станешь сильнее!» Черный, гладя когтем белого, отвечает. «Та, что у меня нет глаз, не значит, что у меня нет сердца. Возможно, ты умрешь, но сам. И если это случится, будь уверен, я отмщу за тебя!» Кроту не впервой оказаться в темноте. Притупились все чувства, кроме надежды. Вместе с тем стало немного лучше. Внутренний голос затих. Прежде чем исчезнуть в глубине подсознания, он издал последнюю фразу. «Ты безумец!» «Ты безумец!» « 가능?» Субтитры создавал DimaTorzok